Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Алина Сазонтова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Противоаварийная тренировка. Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению весеннего половодья. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции Павел Лубенский сообщил о техническом состоянии Смоленской АЭС и о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну в работе 30 энергоблоков, в ремонте 7 энергоблоков, в том числе и наш первый. Фактическая мощность на сегодня на утро 25 841 мегаватт. Выработка составляет 102,35%. План задания ФАС. На Смоленской АЭС энергоблок номер один отключен от сети для проведения ремонтных работ. В работе находятся второй и третий энергоблоки. Их общая мощность составляет 2100 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 24 дня марта составляет свыше полутора миллиардов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 4,5 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана – 78 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС подтвердила готовность к оперативному реагированию в ходе плановой противоаварийной тренировки. 23 марта на Смоленской АЭС состоялась противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям АПАС. Подразделения и службы Смоленской АЭС отработали действия в нештатной ситуации и взаимодействия с экспертными группами АПАС, Кризисным центром концерна «Росэнергоатом», научными институтами, Ростехнадзором и госкорпорацией «Росатом». Сегодня, 23 марта, на Смоленской АЭС подошла тренировка, которая проходила по сценарию, который раньше никогда не отрабатывался. Первый раз мы работали по неизвестной теме тренировки с неизвестными вводами, которые передавались в режиме реального времени. Соответственно, весь персонал станции, отрабатывавший эту задачу, работал именно в таком режиме. Тренировка прошла достаточно успешно, со своей задачей мы справились. Ну и, как обычно, на любой тренировке есть определенные замечания, которые будут отрабатываться и приниматься меры для того, чтобы они не повторялись. Противоаварийные тренировки регулярно проводятся на всех атомных электростанциях России. Их цель – повышение безопасности атомной станции, отработка правильных действий по защите персонала АЭС и населения, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций и готовности противоаварийных формирований. Действующие энергоблоки Смоленской АЭС во время тренировки работали в штатном режиме. Никакого вмешательства в их работу, связанного с тренировкой, не проводилось. Готовность гидротехнических сооружений, систем и оборудования Смоленской АЭС к безопасному прохождению весеннего половодья была подтверждена на заседании Паводковой комиссии с участием представителей МЧС, Ростехнадзора, Управления по гидрометеорологии и Московско-Окского бассейнового водного управления. Весенний паводок для Смоленской АЭС – это ежегодно планируемое событие, к которому атомщики начинают готовиться с января. Проводится целый комплекс мероприятий, обследование гидротехнических сооружений и проверка работоспособности оборудования, тренировки по отработке действий персонала в период резкого поднятия уровня водохранилища, очистка от порослей прибрежной полосы. Также проводятся снегомерные съемки и составляется прогноз объема паводка и планы по пропуску весеннего половодья. Все гидротехнические системы Смоленской АЭС исправны и работоспособны. Внесли свои продуктивные, конструктивные предложения по сработке паводка, намечены мероприятия по взаимодействию во время прохождения паводка, чтобы нанести минимальный ущерб для Брянской области и, соответственно, для наших населенных пунктов, которые идут по Десне. На сегодняшний день Смоленская АЭС произвела сработку уровня водохранилища, подготовила резервную емкость более чем на 35 миллионов кубометров воды. Атомная станция полностью готова к пропуску паводка и мы не зря сюда приезжаем практически каждый год, чтобы не только это услышать, но и сказать, что мы тоже готовы к пропуску паводка. Атомщики провели первые научные оффлайн мероприятия для детей. 18 марта специалисты информационного центра по атомной энергии устроили для школьников Десногорска День научных игр. Начался он с большого сюрприза для учеников третьего класса, для которых на базе Центральной детской библиотеки состоялась презентация книги «Трое в машине времени, не считая пушистого атома» известного детского писателя Екатерины Матюшкиной. Мероприятие провела сама автор произведения, а ее помощником стал плюшевый сказочный персонаж кролик. Во время презентации книги, выход которой был приурочен к празднованию 75-летия атомной промышленности, ученики совместно с Екатериной создали сказочных персонажей, попробовали нарисовать героев книги по их описанию. Во время презентации книги, выход которой был приурочен к празднованию 75-летия атомной промышленности, ученики совместно с Екатериной создали сказочных персонажей, попробовали нарисовать героев книги по их описанию. Также для малышей была проведена атомная игра-викторина. Участники, которые ответили правильно на вопросы, получили печатное издание книги. Для всех школьников работники информационного центра по атомной энергии приготовили подарки, книгу-игру, профессии атомной отрасли. Книга написана о машине времени и в ней очень много ссылок на современную технику. Это фантастический детектив про приключения, про то, как перемещение во времени и отдельными вставками сделаны энциклопедические вставки, чтобы ребенок, заинтересовавшись текстом, уже мог окунуться в мир науки. Участниками второй части Дня научных игр в рамках проекта «Энергия науки» стали ученики физико-математических классов школ города. На базе Центра информации и общественных связей Смоленской АЭС старшеклассникам предстояло помериться силами в интеллектуальной игре «Атомные знатоки. Красиво атомы сложились». Шесть команд на протяжении пяти туров удивляли организаторов своими знаниями об атомах и всему, что с ними связано. Победители и призеры получили в подарок от Информационного центра атомной энергии Смоленска наборы интеллектуальных игр. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok